Спустя 12 дней после начала войны в Палестине президент Турции Реджеп Таип Эрдоган выступил с жестким заявлением по поводу последних событий. В самом начале конфликта его риторика была крайне сдержанной. Однако, когда стало очевидно, что дипломатические усилия Турции по разрешению ситуации сведены на нет, он обратился с таким заявлением. С первого дня мы приложили интенсивные усилия для разрешения кризиса, который начался 7 октября и имеет риск распространения на весь наш регион. В сотрудничестве с властями Египта мы доставили в регион три самолета с гуманитарной помощью. Мы продолжаем протягивать руку помощи угнетенному народу Газы, который уже 17 лет живет в блокаде. Однако наши усилия по обеспечению мира были сорваны такими шагами, как отправка авианосцев в регион, прекращение помощи палестинскому народу и коллективное наказание жителей Газа. Ставший полностью неэффективным Совет Безопасности ООН в очередной раз не выполнил возложенную на него ответственность. Западные страны, которые не оставляют камня на камне, когда дело касается прав и свобод человека, не предприняли никаких шагов, кроме подливания масла в огонь. Бомбардировки невинных людей, переселявшихся в районы, называемые безопасными зонами, пограничных пунктов, мечетей, школ и мест проживания гражданского населения, вот лишь некоторые из военных преступлений, свидетелями которых мы стали за последние 12 дней. Вчера резня в секторе Газа приобрела новый масштаб после отвратительного нападения на больницу Аль-Ахль. Я осуждаю виновников этого нападения, которые являются преступлением против человечества и равносильно геноциду против народа Газы. Те, кто подлил масло в огонь своими заявлениями после 7 октября, несут такую же ответственность, как и виновники вчерашней резни, разбившей наши сердца. Да помилуют всевышний четыре тысячи наших братьев и сестер из Газы, в большинстве своем детей и женщин, погибших в результате израильских бомбардировок. Я молюсь о скорейшем выздоровлении наших раненых. Уточним, что вчера вечером количество погибших составляло около четырех тысяч пятисот человек. О том, что Совет Безопасности ООН не выполняет возложенные на него функции, в очередной раз продемонстрировало вчерашнее безответственное решение. США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к перемирию для оказания гуманитарной помощи Газе. За законопроект было отдано 12 голосов. Двое воздержались, и один выступил против. Одного голоса США против хватило, чтобы лишить мирное население продуктов первой необходимости и дать Израилю зеленый свет к продолжению бомбардировок. Продаешь турецкие товары, карго не доставляет в обещанные сроки. Компания Ренкарго доставит ваш груз авиа за 9 дней. Если не доставим в срок, доставка будет бесплатной. Пишите в директ, узнайте все условия.